Всем привет! Дарья у нас сейчас присоединится. Сегодня у нас прямой эфир. На сегодня тема классная. Зарабатывать это легко или просто? Эта тема такая, знаете, такая необычная. Она у нас созрела вдруг неожиданно. Привет-привет! Привет-привет! Ждем Дарью. Сейчас она присоединится. Мы ее пустим в нашу лоно прямого эфира. Котенок у меня пищит. Дашенька, заходи, дорогая. Вижу тебя. Подай заявку. Я тебя приму. Вот, Даша у нас подала заявочку. Привет-привет! Привет всем привет! Ой, у нас Даша присоединится. Мы с тобой в голову! Даже не договаривались! Слушай, я сегодня хотела этот костюм одеть, потом думаю, не, не буду. Ладно, одену платье наше. Тоже из этой же серии же это. Вообще цвет голубой, это цвет денег. Ты знаешь это? Цвет чистоты денег. Вот синергия, представляете? Вот насколько мы не договаривались вообще. Я сегодня думала, какой цвет мне одеть сегодня. И решила одеть голубой. Да. Мы с тобой такие хорошенькие в обе. Вы нас простите, что мы уже любуемся тут немножко. Даша, как у нас звучит тема? Правильно я сказала? Деньги легко или просто? Ну да, у нас изначально было про, как зарабатывать деньги. Расскажу предисловие. Это мы когда обсуждали, да, у нас был момент, что, ну о чем завтра поговорим? И что-то как-то так накидывали темы, и Татьяна говорит фразу. Зарабатывать легко или просто? И я просто помню этот момент. Легко или просто? Легко или просто? Я такая, слушай, хорошее название. Я еще помню, что я хотела поправить, говорю, сложно или легко. Ты говоришь, не-не-не. Не-не-не, как раз самое то же. Да, прям вот конкретно. Ну вот эта тема, она вообще такая объемная. Напишите нам. Ага, тебе, Света, чуть-чуть надо. У меня светлее, ты потемнее немножко. Ну, это у нас что-то так... Пасмурно? Уже не то, что пасмурно, а солнышко с другой стороны, и уже все, уже не на меня. Понятно. Да, давайте начнем. У нас присоединяются из разных групп по поводу... Вообще, Таня, скажи, пожалуйста, почему вообще это всплыла, тема денег? То есть почему вдруг мы решили поговорить то про страхи, то про марафон похудения, а тут про деньги? Ну, мы вообще, когда прошлый марафон, вот прошлый марафон, говорю, у нас точно как марафон вот это вот, давай поговорим об этом, прямые эфиры, своего рода марафон. Мы когда в прошлый раз говорили, то у нас затронулась тема мифов. Мифов по поводу сетевого, по поводу вообще заработка денег, огромное количество мифов у людей вообще возникает громадное. И мы хотели вначале говорить о теме мифы, а потом подумали, давайте уже напрямую, потому что сейчас вот ситуация такая, что у многих есть проблемы. Проблемы с деньгами, проблемы. Деньги легко и просто, или просто, да? Да, ну я прикрепить, правда, не могу, да, раз марафон не у меня в аккаунте, ну, тема, да, уже все про марафон, прикрепить не могу, поэтому убежи. То марафон Wellness, то это, параллельно прямые эфиры, просто сейчас, на самом деле, огромное количество людей, которые столкнулись с проблемой, что нехватки денег. Из-за того, что вот пришлось вот сидеть на карантине длительное время, кто-то до сих пор еще сидит, у нас, кстати, в городе начали говорить, что вроде бы с первого числа мы начинаем работать, но с другой стороны у нас появилось огромное количество, которые предположительно начали делать тесты, и у людей проявилось, они жили, не тужили и не знали, что у них есть проблема, оказывается. Есть вот такой момент, поэтому как дальше будет, насколько это протянется, неизвестно. И мы знаем, что очень многие столкнулись с ситуацией денежной. И несмотря вот на это, хоть и у нас в Фаберлик бывают, конечно, что клиенты наши сидят дома, да, что наши консультанты, многие попали в данную ситуацию без денег, но в любом случае Фаберлик работал, работает и работать будет. Люди, кто в Фаберлик, они работали, работают и работать будут. Как получали деньги, так и получают. Даже наоборот, из-за карантина компания сделала огромное количество всяких вот таких вот дополнений, поблажек, преимуществ, понимая, что вот есть такая ситуация, у всех разная. Даже подарки приходят, вот тем, у кого за 60, вот даже вот такой момент я заметила в своей структуре есть. И вот эта тема денег, когда мне люди начинают, знаете как, когда это в прямой жизни, раньше в простой жизни это происходило, то в то время как-то, ну, у каждого свой выбор, каждый может выбрать свою профессию и всё, и без проблем. А когда, тогда я не претендовала, то есть, хотите, пойдёмте, не хотите, ну, это ваш выбор. То сейчас, когда мне начинают просто плакаться, вот как мой кот орёт. Пускай его в это, ну, чтобы он мне не мешал, зато он нам даст тут шороху. Вот он теперь кричит, орёт, чтобы его пустили. Вот когда многие вот так вот по телефону звонят при встрече где-то и начинают говорить, вот, о-о-о, кошмар, это кошмар, вот, вот, то кошмар, здесь кошмар, вот здесь вот не хватает. Я так встаю и думаю, блин, ну, мне тоже не хватает, но у меня потребности были высокие. Но, в принципе, как оно было, практически оно то же самое осталось, и вроде бы ничего не изменилось. Я им говорю, ну, пошли к нам. Ты чё? И вот здесь вот, почему эта тема возникла, потому что мы хотели не для того, чтобы прям вот всех сейчас заманить и пригласить к себе в компанию, пойдёмте. Потому что у нас платят, и у нас можно заработать, а потому что откуда вообще ветер дует? Я вот встречный вопрос тебе, Даш, хотела задать. Вот вообще, что происходит в психологии, в голове людей, когда они говорят, что им плохо, что им нужны деньги, но как только им предлагают какие-то варианты, они начинают перечислять, это мне не подходит, это мне не выгодно, это мне время. И пошло всё это, и идёт, 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 идёт. Почему? С чем это связано? Я понимаю, что это где-то по подсознательному. Ну, это, знаешь как, могут быть действительно разные причины, и мы с тобой замечали, например, когда мы проводили бизнес-игры, когда мы проводили обучение для того, чтобы люди начали зарабатывать, они в какой-то момент сдуваются. Почему? Ну, во-первых, прошлая тема сразу всплывает, отсылку по поводу зоны комфорта и страха, по поводу того, что люди не знают, как по-другому зарабатывать, они не знают, что там будет, да, то есть, а получится ли, а не получится. Нам всем страшно, и поэтому человек просто боится. Иногда боится попробовать, потому что нас в детстве не учили пробовать. Нас старались огородить все системы в мире, как бы, ну, вот человеческие, да, созданы таким образом, чтобы ребёнка огородить, чтобы, не дай бог, он там не упал, там в школе нельзя ошибаться и так далее. То есть, это так система выстроенная. Поэтому человек привык бояться предпринимать какие-то шаги. Не все, да, но очень большое количество людей, к сожалению. Во-вторых, да, вот эти вот мифы, стереотипы по поводу сетевого. Это сразу всё всплывает в голове, что мне откажут, что люди посмотрят на меня, как бы, негативно, да. Вчера мы с тобой размещали как раз вопрос, вот эти установки, что деньги – это плохо, что деньги – это зло. То есть, целая куча негативных установок в этот момент всплывает. А ещё что, помнишь, да, мы неоднократно с тобой для нашей команды проводили вебинары по поводу вот этой денежной ёмкости. Я просто помню упражнения, вот, да, одно из таких, которые расширяет. Когда вот я пришла только в Фаберлик, когда мы только поехали с тобой на первый форум, мы тогда играли в поезде в игру, что можно купить на миллион рублей. Да, да, да. То есть, это 2007 год, это миллион рублей, это было что-то запредельное. Причём это не было, там, недвижимость ещё, это нужно было накрыть стол. Да, грантненько. Да. И цены были другие, ты лучше напомнишь? Да, и цены, во-первых, были другие, да. Мы, давай сразу, у кого спрашивать, там, сколько стоит сёмга, сколько стоит, там, красная, чёрная икра, и что выгоднее поставить чёрную, потому что красная дешевле. В общем, настолько начинал работать мозг, но мы не могли потратить эту сумму. Это про то, что многие люди не готовы к большим деньгам. И когда мы рассказываем, да, это вот сетевики этим страдают, особенно, да, в крупных квалификациях, когда они начинают говорить, хочешь зарабатывать миллион в месяц у человека? Какой миллион? Он 10 тысяч рублей в месяц зарабатывает. Как-то меня заманивают, он думает. Что-то меня заманивают. Да, заманивают. Это какой-то там лохотрон, да, мы все помним, мы все, ну как, не мы все, ну как бы ты, может быть, тоже попала, у меня родители попали, да, там, не с МММ, но подобные, потому что этих пирамид было очень много в 90-х годах. Да, 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 практически все население страны прошло через то, что их кинули. И поэтому многие сейчас действительно боятся, что, ну как, я радуюсь, что сейчас к сетевому отношению совершенно другое, потому что это относится как к одному еще виду бизнеса, когда многие люди, и сейчас просто прошло время, и те сетевики, которые были там в 90-х, истинные сетевики, многие из них либо продолжают и стали крупными сетевиками в страны, они доказывают своим делом, чеками, да, результатами, командами, то есть, ну, видно разницу, мы даже, что у тебя фотки, что у Заварухиных фотки, то есть, какие были, что чего сейчас достигли, то есть, ну, блин, ну, небо и земля, то есть, реализовали многие свои мечты, да, а многие ушли в бизнес, в линейный бизнес, потому что они успели заработать, создать свой капитал. Там цель была другая, ведь есть же у людей цель, которые приходят в сетевой, чтобы сделать вот этот капитал конкретный, денежный и вложить в свою мечту, например, в какое-то свое дело, которое они хотят. Кто-то остается и в сетевой, и свое дело содержит, а кто-то переходит в дело, но в любом случае, именно в сетевой приходят заработать, большая часть. Ну, заработать и прокачаться, я бы так сказала, да, потому что, вот, я все-таки двигаю вот эту идею, что сетевой бизнес – это один из тех бизнесов, где можно накачать огромное количество навыков, и вот встретиться со всеми своими страхами, которые ты вообще, ну, можешь столкнуться, что нужно преодолеть, что нужно… Ты прям как увидишь на ладошке все, с чем тебе нужно просто проработать и пойти счастливо дальше. Ты увеличишь свою вот эту денежную проводимость, потому что, я говорю, вспомни, да, если мы тогда миллион рублей не могли составить меню, то сейчас миллион рублей мы уже не просто меню составляем, а мы уже ставим в планы, да, заработка, то есть как бы… И уже тогда это упражнение нужно делать там с миллионом долларов, то есть стол накрыть на миллион долларов. Да, потому что тогда миллион… А для многих… Да, 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 а для многих это какая-то такая сумма, которую, ну, даже страшно представить. А помнишь, я… Какая там мечта там, не знаю, колокольчик. В свое время рассказывала очень часто и в нашей команде, и так в кулуарах рассказывала и в историях своих, что у меня была такая привычка, и я просто настолько мало зарабатывала, настолько маленький доход у меня был, настолько нам не хватало, вообще катастрофично, что я ехала в автобусе рядышком со всеми пахучими дядечками, всеми, потому что особенно если лето, это вообще катастрофа. И я ехала, и иногда вот так в окошечко смотрела, и даже иногда плакала. Я сидела и говорила, я богатая, успешная женщина. Ну, тогда девушка говорила, я богатая, успешная девушка. Я зарабатываю 50 тысяч в месяц. Для меня эти были такие запредельные деньги, 50 тысяч. Да, да, да. И когда я дошла до этого дохода, мне так стало вообще обидно, потому что 50 тысяч – это не деньги. Это возможность закрыть несколько своих дыр потихонечку накопительно. Это возможность где-то что-то, например, докупить, но даже не вставишь зубы, даже не купишь машину, и даже накопить на машину за 50 тысяч очень долго придётся копить. И даже ипотеку ты не возьмёшь за 50 тысяч. Я тогда подумала, а почему я не пожелала большего? Потому что на тот момент мне казалось, это запредельное что-то. И вот тогда, когда я вот это поняла, я подумала, господи, как многие действительно желают чего-то... Знаете, как вот бывает, когда я с некоторыми людьми разговариваю, и она говорит, ой, мне бы хоть 100 тысяч зарабатывать, я бы тогда, ух! Я говорю, ой, девочки, не поверите, когда я начала зарабатывать 100 тысяч, оказалось, что я тоже точно так же, как 50. Потому что 100 тысяч, да, я согласна, я и ремонт сделала капитальный, четырёхкомнатные квартиры, и машину я купила, и позволять я себе больше стала, и ездить, путешествовать я больше стала. Ну, знаете, не всегда так вот ты пошёл и купил, например, такое, которое, например, я никогда не забуду моменток, спасибо огромное Светлане Заварухиной, потому что она вот прям вот шикарную мотивацию делала. Я в историю немножко переехала. Когда мы были, я была первый раз второй раз за рубежом, или первый раз, когда на восьмипалубном лайнере, я уже запуталась, Египет был первый, Египет был первый, и вот эти четыре страны первые, не помню, неважно. Важно, что мы были в Чехии, и Света с Олегом говорят, всё, пошли в магазинчик. У нас там было время в магазинчик. Как я зашла, боже мой, какие там вещи. Какое всё красивое, какое всё великолепное, с какими вышивками, с какими лекалами, как это всё сидит. Я начала мерить. Ну, там же непонятные тубрики. Я не понимаю. Там же евро, скорее всего, да. Я посмотрела, а там двухзначное число. Я говорю, ой, Света, так стоит-то недорого. Я говорю, а сколько это в рублях? И когда она мне начала это переводить в рублях, я сказала, понятно, мерить больше ничего не буду. Потому что на тот момент у меня, наверное, один вот этот жакетик, так у меня было столько денег на карточку, на всю поездку. Поэтому я купить себе ничего не могла. Ну, я помню, как они с Олегом покупали. Женьке там они, сыну покупали одежду. Олегу купили рубашек, наверное, пять шикарнейших. Света себе очень много набрала. И я просто вот это вот считала, плюсовала и думала, это ж надо сколько зарабатывать для того, чтобы не просто пойти где-то ремонт сделать, машину купить. А вот там... Ну, что-то крупное, да? Да. А вот приехать в страну и получить великолепный, не удовлетворительный, а великолепный шоппинг. Причем мы были в четырех странах. Это была Чехия, потом была Латвия и Финляндия. И во всех трех странах вот это продолжалось вот так вот. Шоппинг великолепный. Ну, я просто помню, как со Светой мы ездили в Турцию. Я помню, что это действительно... И это вот... Как мы с тобой потом летели, это был вообще... Да, это такая мотивация, когда ты видишь... Это вот была такая крупная мотивация. И вот, знаете, кстати, могу как рекомендацию дать. Обязательно. Или познакомьтесь со своими наставниками высокими, если вы фаберлик, которые зарабатывают много. Или найдите друзей богатых. И вот походите с ними в магазины. Мотивация будет запредельная. Первая моя мотивация была, когда также к Светлане и коллегу я приехала в гости. У меня такой доступ был. Я приезжала, для меня это вот аж трешусь... Послушать, о чем они говорят, что здравствуйте, здравствуйте. Что они думают? Я помню, как мы в продуктовый магазин заходили, как они эту тележку загружали. Ну да, по тем-то временам вообще. Это сейчас для тебя норма. Теперь я, когда захожу в магазин, я вот так загружаюсь, и кто-то из моих так делает. Но они показывают вид, что типа они этого не замечают. А я не замечаю. Я просто не понимаю, как жить вот на такие деньги. Это не в ущерб, не в оскорбление к людям, а в понимании, что все реально. Абсолютно. Даша, скажи, как вот... Ну, вот один совет я дала, чтобы они пошли и с богатенькими буратиными походили по магазинам, походили, посмотрели, какие вещи люди покупают. Потому что... Машины. Машины. А еще что? Квартиры. Кстати, по поводу квартир, да, я понимаю, что, например, машины для... Да, 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 да. Например, машины, это... Ну, для кого-то это классно, у кого есть мечта, да, что я хочу машину и там какой-то марки. Это будет классно, если, например, ну, вот вы ездите на какой-нибудь отечественной машине, а поедете, посмотрите в салон Mercedes BMW. То есть у вас сразу, во-первых, качество машин, во-вторых, тот сервис, который... Единственное, что, да, у нас иногда продавцы страдают этим, они оценивают платежки и не реагируют, а когда нормальные, хорошие салоны, вы себя почувствуете в этом салоне как дорогой клиент. Дорогая моя, адаптировать на продавцов, просто зайти, сесть, покупать, пощупать и посмотреть. Да, 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 да. Это пощупать, посмотреть вы можете в любом месте, но иногда некоторые салоны очень качественно обслуживают и даже если вы выглядите как бы, да, ну, не там, не на миллион долларов, они все равно вас так проведут и вы ощутите, вот это, на себе вот это внимание, да, ощутите, и у вас сразу поднимется вот эта своя значимость. Поэтому машина как бы не для всех, ну, предел какой-то мечтаний. Поэтому посмотрите квартиры и квартиры не посмотрите вот обычные, а в каких-то новых там ЖК. Посмотрите загородные дома, то есть какие они вообще бывают, да, то есть сколько метров, то есть, например, да, в какой-то момент мы там мечтали, у нас был там у бабушки, дедушки старенький домик в деревне, сейчас у меня родители живут под Краснодаром 200 квадратов. То есть, с одной стороны, это была у меня мечта, это была мечта у мамы, это была мечта у сестры, что мы хотим дом загородный. То есть, понятно, что это как бы не моя, да, я, когда мы тут с мамой разговаривали, я говорю, мам, я теперь подумала, надо подумать внимательно по поводу мечты дом, то есть, если я хочу такой дом, значит, у меня должны быть деньги еще на сотрудников, которые будут убираться, потому что 200 квадратов убирать одной. Помощников, да. Да, да, чтобы были помощники, то есть, я сразу так, а лучше здесь вот это, то есть, сразу начинаешь, начинаешь не смотреть это как на мечту, а начинаешь уже считать, как ты хочешь так, чтобы это было там уютнее, чтобы это было более универсально, да, и так далее. То есть, ты это смотришь, как нормальные житейские вещи, то есть, как вот ты вещи идешь мерить, так ты меряешь на себя машину, меряешь на себя квартиру, меряешь на себя дом, и когда вы вот эту емкость увеличиваете в деньгах, и вот это классное упражнение по поводу того, что, ну, сейчас актуально миллион долларов, накройте 100 на 50 человек на миллион долларов, не на 100, запишите. Да, прям как упражнение, запишите себе, и тогда вы залезьте, посмотрите, что на 50 человек, сколько это нужно, да, на каждого, что там будет в блюде. Будет тяжко. Да, какое это будет, и пожалуйста, организмите себя во времени на это упражнение. Во времени организмите. Да, да, да. Потому что лучше. То есть, как это будет все проходить, в каком будет месте проходить, то есть, вы сразу окунаетесь в то пространство, что если на 50 человек на миллион долларов, это явно не какая-то забегаловка, то это явно не просто кафе. Конечно. А это уже какой-то элитный ресторан, да. Или снятое, например, какой-то коттедж. Может быть, снятый коттедж, в котором будет отдых, друзья. Разгуляется. Например, запланировать свой юбилей. Представьте, что это ваш юбилей какой-то. День рождения или юбилей, ну, что-то юбилейное ваше. И вот именно вы представьте себя, что вы миллиардер. Ну, получается, миллиардер в рублях, а миллионер в доллар, вы миллионер. И вы можете запросто себе позволить и сделать себе юбилей где-то. Кстати, знаешь, еще одно для упражнения. Если, предположим, мы же понимаем, что не во всех городах, не во всех населенных пунктах существуют, например, вот хорошие салоны или там машины или коттеджи дорогие. Не во всем. Поэтому я рекомендую, я, например, очень люблю передачу одну на канале ТЛС. Вот. Или на канале Бобер, например, когда там часто... Там экскурсия по домам, да? Да. Есть вот такая возможность, когда люди выбирают себе, например, дома у моря или еще что-то. Очень хорошая передача, когда вы смотрите и в вашем мозгу начинает работать по-другому. То есть вы не берете себе вот сейчас вот заработать, а вы смотрите в то большее, в то дальнее. И знаете, как я, когда начала смотреть такие передачи, я начала понимать, не, я такой дом бы не купила. Мне такое не нравится. Да, да, да. А вот это мне нравится. И я начала перебирать к этой мысли, как будто у меня вот именно такая сумма денег есть, потому что там, извините меня, дома стоят 3-5 тысяч долларов, 12 тысяч долларов. Там очень приличные. И вот эта передача очень хорошо мотивирует. И еще один совет. Сейчас очень много бывает программ 3D, которые снимают великолепные коттеджи. То есть находясь дома, вы можете пойти и через эту программку посмотреть этот дом и представить, что вы себе покупаете. Знаете как, убрать вот это вот, то есть включите ребенка. Я пошла, я хочу, я могу. Я хочу попробовать. И вот здесь вот совершенно по-другому восприниматься будет. Согласись? Я бы тут немножко тебя скорректировала. Это просто, да, вот то, что я сейчас еще как бы изучаю. Я же постоянно что-то изучаю. И я бы так сказала, когда вы смотрите дом, вы поиграете в плане того, что как ребенок, да, ты говоришь. Но когда вы выходите из этого дома, вы посмотрите, сколько это стоит. Вы можете прописать в деньгах. Перейдите во взрослого, потому что вот мне очень нравится у одного психолога, коуча фраза, что только у взрослых есть большие деньги, у детей деньги только на мороженку. Ну то есть из детского состояния нужно перейти во взрослого, чтобы вот это все себе позволить, что вы имеете право. И самый прикол, я тут видела статистику, Таня, это по поводу того, что многие считают, что денег в мире ограниченное количество. И что вот эта вот вся ситуация с коронавирусом, экономический кризис, и у всех денег нет. Да ладно. Я прочитала список Forbes, и на самом деле за последние вот пару месяцев те, кто были в топ-десятке, у них в России, в России, не в мире, у них доходы только увеличились. В среднем на 2-3 миллиарда долларов. Ну, это принцип предпринимательства. Кто такой предприниматель? Потому что в голове по-другому, да. Многие воспринимают. То есть у них нет кризиса в голове. Многие воспринимают. Предприниматель это индивидуальный предприниматель, который открыл или маленький магазинчик, или маленький салончик, или пункт выдачи фаберлик, или он просто вот директор, предприниматель. Да бас, карапузики. А? Что ты показала? Я говорю, сел на свое место и сидишь. Да, рабочие. Это не предприниматель. Предприниматель от слова предпринимать. То есть, исходя из данной ситуации, глядя вперед, чего вы хотите, уже, вот я здесь хочу того. И планирование, и расписание вот этих шагов, где, за счет чего, каких форматов. То есть, мысли не о том, как мне жить, а мысли о том, что мне необходимо сделать для того, чтобы туда дойти. Вот, вот предприниматель. И ты права абсолютно, потому что те, кто сидели и их ныкали, о-о-о, все предприниматели предприняли, настоящие предприниматели предприняли. Предприняли действия. Действия. Я, например, когда у нас закрыли пункт выдачи, то есть, ну, не пункт выдачи закрыли, а закрыли бизнес-центр, и я принимала, что, и что делать? А люди-то не виноваты, а продукцию-то нужно всем. Я села, подумала и сказала, окей, никаких проблем буду доставлять на машине. И я доставляла, вот до сих пор доставляю. С первого числа мы начинаем выходить уже на рабочее место, как положено, но в любом случае, вот на протяжении двух месяцев я доставляла людям заказы. Кто-то приходил, выбирал сам. Ты здесь забываешь сказать одну главную вещь по поводу того, что ты не просто, смотри, твоя мотивация была какая, да? Ты как бы, ну, говоришь про то, что я решила всем доставлять. Но это же был просто толчок к тому, чтобы по-другому взглянуть и использовать другие ресурсы. Ты, во-первых, сэкономила на многих вещах, В плане того, что офис закрыт, и ты это делаешь сама. Во-вторых, ты подняла оборот, потому что люди начали тебя снова видеть, потому что они по тебе соскучились. И просто ты мне не дашь соврать, что обороты стали увеличиваться. Просто благодаря тому, что люди почувствовали... Они однозначно не упали. Ни с колечью. Да. Это вот однозначно. Поэтому в данной ситуации это очень хороший момент. Потому что, когда начинаешь предпринимать, ты понимаешь, может быть, в этой ситуации где-то у тебя... Знаешь, я думаю, многие начинают вот хныкать и плакаться, потому что у них просто наступил уже внутренний кризис, и они уже просто не справляются внутренне вот с теми проблемами, на которые наткнулись. Согласна? Ну, это да. Да, да. Тут есть такой момент. Что сделать человеку, чтобы как-то хоть внутренне себя поддержать, чтобы стряпнуться хотя бы немножечко? Ну, знаешь, как я бы сказала, все-таки, да, у нас очень полезный был прошлый эфир по поводу страхов. Все те рекомендации сто процентов работают. Я по поводу и физической активности, по поводу того, что нужно выйти из зоны комфорта. Нужно, как тот самый Минхаузен, взять себя за шкварник и где-то организовать и что-то начать делать. Просто если мы попадаем в состояние, ну, что-то нам не нравится, то чем глубже, тем мы глубже падаем и тяжелее подниматься. Но важно... У меня это все равно можно, хоть как. Можно. Можно даже, да, вот эта вот фраза по поводу того, что нужно упасть до самого дна, чтобы оттолкнуться и прыгнуть выше. Но, понимаешь, у каждого вот это состояние дна может быть. Ты можешь на годы уйти в депрессуху, но мне вот лично жалко потерянное время, потому что, да, это ощутимо очень, когда время бежит, а ты где-то там. Поэтому не позволяйте, вот про то, что мы говорили, отдохните, передохните, найдите то занятие, чем вам нравится. На улице практически по всей стране уже классная погода. Пойдите, погуляйте. Сейчас, кстати, во многих уже разрешено официально заниматься спортом на улице, гулять с детьми, все это можно. Пойдите, отдохните, съездите куда-нибудь на природу, подышите, перезагрузитесь. Встретьте в онлайне со своими друзьями. Да, это может быть неживое общение, но вы можете, это как бы увеличивает ваши возможности, вон в зуме реально устраивают вечеринки. Мы просто созвонились со всеми друзьями, потусовали. Это не суть. День рождения, день рождения, Таня, отмечают, юбилей с тамадами, свадьбы, я видел, я не знаю, насколько это... Это же вообще надо же. Народ прикалывается, но действительно люди, это опять же про предпринимательство, многие ведущие свадеб в дне рождения остались без денег. Что сделали они? Вышли в онлайн, подключают всех в зуме, они делают тосты, люди поздравляют, передают подарки, это, конечно, так ржачно, но это новый формат, да, ну жизнь заставила нас по-другому скрестить руки. Ну подумаем. В данное время, в данной ситуации почему бы нет? Не знаю, для меня никогда не было... Знаете как, многие говорят, вот мне нужно идти и общаться с людьми. Ой, я боюсь. Я тогда говорю, да какие проблемы, идите в онлайн. В онлайне вы общаетесь, и вас никто не видит. Вишь, видишь, тут индивидуально. Есть люди, которым надо вот эту тактильную... Нет, нет, я про те, которые говорят, я боюсь идти и общаться с людьми, я боюсь туда подходить, я боюсь там идти. Деньги же надо зарабатывать. Я говорю, какие проблемы, можно и в онлайне, вот по телефончику, никто вас не видит. Причем, вот сейчас вы нас видите, мы красивенькие, а две минуты назад, откуда вы знаете, какие мы были? А мы говорили... Ну, меня все видели, я сегодня с утра уже прихорщилась. Да, да, да. Не, ну, вот бывает такое, да? И проблем вообще никаких нету. Да. Вообще, знаешь как, я хотела бы, чтобы ты сказала бы несколько рекомендаций именно про деньги, что в голове у человека по деньгам. Потому что то, что ты делала тесты, это хорошо, но еще бы взяла бы несколько слов, сказала, что в голове у человека происходит. А, ну ты имеешь в виду про установки? Да, да, да. Что обратить внимание необходимо? Ну, смотрите, во-первых, да, начнем, ну, как бы, я начну, да, разговор, что, во-первых, мы все взрослые люди, и мы несем ответственность полностью за свою жизнь, что в нашей жизни происходит. И на самом деле, точно так же взаимоотношения с деньгами. То есть все, что мы получаем сейчас, это следствие наших каких-то поступков, действий и, самое важное, мыслей. Если вы повторяете себе как мантру каждый день, я просто знаю одного такого человека, однажды я ей сказала, прекрати это делать, потому что это впивается не только в голову этого человека, но и всех окружающих, которые, ну, просто соприкасаются. Всегда говорила, денег нет, нет, денег нет, денег нет, денег нет. Как вы думаете, вы просто понимаете, ну, кто со мной знаком, да, что, во-первых, это, ну, как бы, это практики, это в другом состоянии, мы когда делаем загрузки-выгрузки, но когда ты произносишь одну и ту же фразу на протяжении огромного количества лет, и ты в это уже не просто веришь, а ты уже пропитался насквозь этой мыслью, что у тебя денег нет, то так же, как человеку, если говорить, что он свиньян, когда-нибудь захрюкает, точно так же и с деньгами. То есть, если ты постоянно живёшь в ощущении, и это говоришь, и транслируешь всему миру, что у тебя денег нет, или недостаточно, или я себе не позволяю, или там ещё, да, вот целую кучу, много, вот как раз вопросы были, связанные с установками, что богатые – это плохие люди, что деньги – это зло, что много денег – это только через какое-то там предательство, обман можно получать, что если ты, да, что, если, например, кропотливый труд, одно ещё из таких очень, таких, жёстких установок у нас особенно, да, вот в Советском Союзе, я имею в виду, эти все установки настолько к нам ложатся в голову, причём это мы верим, потому что, например, да, вот мы все родом из детства, и когда ребёнок живёт, и вот, например, моё поколение, это поколение 90-х, когда в 90-х было голодно, когда у многих вот эти были МММ, да, когда я просто, вот когда я покупаю девчонкам очередную Барби, да, и я как бы, я понимаю, что я уже какие-то вещи свои проработала установки, но всё равно всплывает мысль, и я иногда так начинаю говорить, а вот в наше время... Не такое говоришь! Стоп! Да, иногда прям проскальзывает, да, такая мысль, но я начинаю, как бы, когда я себя, ну, как вспоминаю, я торможу, что я начинаю рассказывать как историю, что, а представляете, вот в наше время появились Барби, только вот когда мне было там 10-12 лет, и я вообще мечтала об этой кукле, что это было невозможно купить, и посмотрите, как я радовалась, я там платье шила, домик сама сделала, и они начинают просто интересоваться, как я это делала, хотя у меня-то в голове другое, что как вы не цените, у вас там уже 30-е, 50-е, это Барби, которые там волосы отстригли где-то, там разрисовали, то есть, ну, ты понимаешь, что у тебя тоже трое детей, да, да, тут мы, значит, в углу нашли отрезанные волосы, в общем, в общем, короче, с детьми весело, но у меня-то в голове, что дети не ценят, а по большому счету, да, важно воспитывать, чтобы они ценили, в том числе и материальные блага, но чтобы у них не было вот этого пунктика, что денег недостаточно, мы не можем себе позволить, я, кстати, вот всем мамам сейчас просто произнесу фразу, которая мне в свое время помогла, я вот начала пробовать, и мне очень стало легко, потому что, когда ребенок что-то хочет, хочет, во-первых, мы действительно не обязаны постоянно покупать, он должен знать, да, что не все так, как бы случается, вот по мгновению палочки волшебной, что иногда это, там невыгодно покупать, или еще что-то, но если со старшим можно поговорить, да, мы вот тут как раз по поводу интернет-роутера ведем прям переговоры, прям, ну, вчера бодались, короче, ночью, вот, то с маленькими так не сделаешь, так вот фраза, я тебя раз услышала, я просто балдею, если ребенок что-то просит, особенно в магазине, да, и там устраивает припадки, то такая осознанная мама, ей проще всего сказать, хорошо, я тебя услышала, давай запишем, то, что ты хочешь, в список твоих желаний, класс, все, у ребенка, во-первых, я попробовала несколько раз, работает на ура, не возникает вопроса о том, что ему не купят, не возникает вопроса, есть деньги или нет, то есть к деньгам вообще никак не привязывается, но просто, что есть какой-то список, и по большому счету, тогда так периодически даже думаю, что действительно надо его сделать, чтобы, ну вот, действительно записывать, это было доказательство, это было доказательство, ничего не хотят там, да, а я просто, вещь получилась, что я услышала эту фразу, и начала сразу применять, и у меня даже мысли не было, что это так классно будет работать, и оно действительно, ты даешь надежду, а во-вторых, ребенок проходит какое-то время, и он уже, ну, все мамы знают, что сегодня надо, там посмотрела мультик, надо какую-то там куклу, завтра посмотрела там какого-то робота, там послезавтра еще что-то, дети всегда чего-нибудь допросят, это просто вот, да, какие-то хотелки, и на самом деле, заодно у вас будет список желаний, там, на Новый год, день рождения, вы уже будете знать, когда вы начнете зарабатывать уже больше, и вы сможете это позволять, даже тогда вы будете отказывать, потому что там потребности, и дети вырастут. Да, да, ну, я думаю, что у детей так не вырастут, как у взрослых, но в любом случае у вас будет, знаешь, вот когда есть список, вы так берете, вот эта вот мелочь, я лучше куплю дом, да, вот так вот, или какую-то там классную куклу, то есть, ну, как бы сразу вот этот уровень нормы, да, про то, что мы любим говорить, уровень нормы вырастет, вы будете блузку покупать не за 500 рублей, а за 2-3 тысячи, ну, и там пошло в доллар. Я почему-то, я не начала говорить, потому что, когда я, для меня было запредельное 100 тысяч, я подошла к ней, какой у тебя костюмчик красивый, она говорит, да, я гурс, сколько стоит, она говорит, 100, я такая, я хочу зарабатывать 100, а тут костюмчик 100, это сколько надо зарабатывать, чтобы костюмчик за 100, и вот это очень хорошая мотивация, когда ты понимаешь, что на одних одежда, например, стоит 100, 200, 300, 500, ну, да, или шуба за 50 тысяч, или шуба за 500 тысяч, разница тоже есть, я когда купила себе шубу в Турции, так же, мне многие говорили, какая разница, я вот купила за 50, я говорю, а я купила за 500 тысяч, они говорят, ты с жиру бесишься, я говорю, а хотите я покажу, чем она отличается от за 50, и когда я показывала, сворачивала ее вот в такую маленькую подушечку, и когда я расслабивала, и там все это мягкое, и все это не ломается, это вот, и вот когда душ, там ничего не развивается, подвигается под шерсток, я говорю, а теперь давай твои деньги 50 проверим, и разница совершенно другая, это не значит, что нужно обязательно вот всем за 100 тысяч, там за 500, мы не к этому призываем, мы к тому говорим, что когда вы начинаете мечтать о большем, когда вы стремитесь к большему, когда вы расширяете вот эту зону комфорта, действительно свое, как ты сказала слово хорошее про это? Уровень нормы, уровень нормы, когда мы поднимем. Какой ты сегодня сказала, по деньгам что-то ты сказала, не помню. Я могла много чего сказать, я не помню. Помню, вот когда вы расширяете вот этот момент, то тогда это расширение, оно совершенно по-другому. Я знаю, что еще... А, энергоденьгопроводимость, емкость денежная. Да, энергопроводимость, это деньгопроводимость... Да, деньгопроводимость. Да, да, да. Но я хотела, знаешь, еще о чем поговорить с тобой, Даш? Скажи, пожалуйста, почему люди, которые очень мало зарабатывают, ну, очень мало зарабатывают, но они ходят, ну, это не они виноваты, я точно знаю. Это не их вина абсолютно. Но они ходят на работу, которую они терпеть не могут. Другое дело, когда работа или, например, такая приносит хороший доход, или работа, которая приносит удовольствие, или, например, вы имеете какую-то должность, или вы, ну, вот что-то вот такое, что вам, ну, может быть, вы устаете, но вам это приятно усталость. Вот, например, я почему сегодня пост написала? Я встала в 6 утра, понимая, что сколько мне нужно сделать. Мне такое удовольствие получать от своей работы, что мне даже это не в напряг встать в 6 утра. Это не значит, что всем нужно встать. Это... Как я вчера в час ночи домашку делала. Это потому, что вот внутреннее желание. Почему? Скажи, как ты думаешь, почему люди, которые зарабатывают очень маленькие деньги, мы не будем говорить, какие у всех они разные. Я недавно, когда узнала, что даже некоторые зарабатывают 5, я говорю, так на это прожить невозможно, только квартплата 3-5 тысяч. Но они продолжают ходить на эту нелюбимую работу за такие копейки. В чём дело? Почему? Ну, Дань, тут такой вопрос, ну, потому что у меня нет однозначного ответа. Я, кстати, вспомнила, да. Ну, во-первых, это по поводу того, что человек не готов вообще к деньгам. Ну, не готов. А во-вторых, есть, ну, людям не нужны деньги. Вспомни в истории как бы огромное количество известных людей, которые, я не скажу, любили, не любили, но они нифига не зарабатывали. То есть, ну, не было дохода, но они просто чем-то занимались. И сейчас есть люди, которые просто чем-то занимаются. Я поняла это твое выражение. Соглашусь с тобой, да. Что есть люди, которые занимаются своим делом, то есть делом, которое они любят, которое, это вот что-то про внутреннее какое-то творение, да, это вот творческие люди, люди искусства. Ну, и какая-то внутренняя жертвенность, наверное, за такие деньги. По-другому не скажу. Ну, это вот, смотри, первая часть, да, это те люди, которые просто любят свою профессию, которые любят то, чем они занимаются, это также учителя, это также там медработники, даже при условии, что там, ну, периодически бывает, да, или там было когда-то совсем мизерная зарплата, то есть люди, которые, вот у нас, например, у меня классный пример, у нас дворник, женщина, у нас, я не знаю, сколько она домов обслуживает, наш дом обслуживает. То, с какой она любовью это делает, я бы никогда не поверила, что можно быть дворником с душой. Но ей это нравится, я не знаю, сколько она зарабатывает, но я не думаю, что на большие деньги, но видно, как она это, она улыбается, она со всеми здоровается, то есть, ну, это вот просто, ну, знаешь, не всем быть миллиардерами, миллионерами, кто-то должен быть и дворниками, но так система работает. Мы находимся... Я соглашусь с тобой, те, которые живут просто, вот они просто живут, они уже привыкли к этому состоянию, они привыкли к тем покупкам, продуктам, которые они кушают, в холодильник наполняют, они привыкли к тому уровню жизни, им большего, в принципе, не надо, они зарабатывают, достаточно приятная работа. Я говорю про тех, которые их нычат, которые говорят, это ужас, где ужас, катастрофа, но продолжают ходить на эту работу за эти мизерные деньги. Ну, тут, смотри, тут тоже, тут тоже неоднозначный может быть ответ, я просто, это моя точка зрения, что это их ответственность, им похрену на свою жизнь, вот прям так жестко, ну, то есть, пришел человек, и очень часто, да, это позиция жертвы, очень часто это детская позиция, когда, в принципе, и так хорошо, сегодня день прожил, и все супер, сегодня есть, что поесть, крыша над головой, и замечательно, ведь есть огромное количество людей, которые осознанно живут бомжами. Ну, да, мы не берем, не берем странствующих путешественников, которые, люди, которые путешествуют, они, у них вообще другой смысл, а те люди, тех людей, которые опускаются на самое дно сообщества, они не развиваются, они не путешествуют, ничего для себя не открывают, не делают ничего полезного, но это их осознанный выбор, и те, кто ноют, ну, чаще всего, да, это вот эта вот позиция жертвы, позиция нежелания взять ответственность за свою жизнь, и с ними, ну, вот я понимаю, что с ними бесполезно работать, если человек сам хочет, он начинает делать, предпринимать какие-то шаги, да, он, когда говорят, что, ну, вот сейчас огромное количество разных всяких телепередач, по поводу того, что там все вот это вот ругань, пиры-пиры там, и когда, я напоминаю, это аромат, я вообще это смотреть не могу, фу, да, 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 я иногда это, я, кстати, иногда это включаю для профилактики, знаешь, когда я тоже так говорю, ой, как все плохо, а когда включаешь, и думаешь, боже мой, как у меня все хорошо, я имею в виду, я имею в виду, что на контрасте, когда чувствуешь, да, на контрасте чувствуешь, что я думаю, где бы мне найти на очередное обучение 90 тысяч рублей, не на квартиру, не на что-то, то есть у каждого из нас какой-то свой уровень ценностей и смыслов, да, куда мы хотим, там вложить деньги, инвестировать в себя, да, прежде всего, то есть для меня это вот, ну, инвестиция в себя, это самое дорогое, потому что, ну, моя вот эта вот, как раз деньгопроводимость увеличивается, а когда человек, ну, вот на уровне, вот поесть, попить, это вот, да, нижний уровень пирамиды маслоу, когда есть, я не сломала бутылочку, пипивасика, скамеечка, да, я такого же формата, не у всех, не у многих, да, не у всех, есть люди, которые просто так отдыхают, и, ну, это их право так, ну, как бы, перезагрузиться, да, то есть мы не про, не, не, мы не про отдыха, а про способы деградации, а именно, что есть люди, которые таким образом живут, да, и это действительно, это огромная позиция деградации, вот я про вот этих людей, да, есть кто не пьет, есть наркоманы, есть кто внутренне себя разрушает, вот как раз вот этим вот нытьем, общением с людьми, которые вот постоянно ноют, перебирают грязное белье, я от многих, я, ну, к сожалению, к счастью, не знаю, да, перестала общаться со многими своими старыми подругами, только потому, что было общение только об этом, да, где у кого какой муж работает, что он делает, что делает, блин, ну, мне неинтересно это, у меня есть в своей жизни дети, есть муж, есть домашние какие-то заботы, дела и так далее, и еще об этом усолить, мы лучше с тобой поговорим про деньги, мы лучше проговорим по новый марафон, про какие-то новые проекты, то есть это нас заряжает, а есть люди, которые, к сожалению, ну, у нас время еще не заканчивается, но я просто вижу, что на будильничке, что ну, движется прям хорошо, давай попробуем подвести итог нескольких пунктов, что, на что необходимо обратить людям, для того, чтобы начать зарабатывать, ну, смотри, давай начнем с того, что, почему мы говорили легко и просто, на самом деле денег в окружении много, и нужно просто поверить в то, что каждый может зарабатывать столько, сколько он хочет. Я бы сказала не поверить, а просто знать это. Ну, ты будешь знать, но ты будешь не верить, и ты будешь сомневаться, тут как раз тут включатся все твои установки, страшно, тыры-пыры, троллевали, злые люди и так далее. Поверить очень поздно, ведь многим, понимаешь? Да, ну, вот в том-то и дело, что нужно поверить, что денег много, и на самом деле я вот все чаще, вот опять же, когда вы начинаете в этом направлении думать, двигаться, находить какие-то инструменты, как зарабатывать, как инвестировать, общаться с людьми богатыми, в ваше пространство приходят разные знания по поводу того, что, да, например, деньги – это просто энергия, и она нескончаемая. Нет такого, что, например, те богатые, которые сейчас зарабатывают, и когда, то есть, все места все заняты, и вам не достанется, такого быть не может, да, это наше самое большое распространенное в сетевом, ну, как, там же топы есть, там еще такой миф есть у нас с сетевом, это обхохотаться можно, ну, правильно, я-то только пришла, как я вот, я уже не смогу, вот мой наставник, я же его не догоню, это все ложь, вы можете даже перегнать своего наставника, вы можете перегнать его наставника, вы можете перегнать и достичь огромных результатов, без проблем, вообще нет вопрочений. Поэтому, если мы возвращаемся, да, подытожим, давай, во-первых, поверить, поверить, поверить в то, что их много, и всем хватит, да, во-вторых, это нужно, вот расширить, нужно проработать, помнишь, мы говорили, да, расширить, расширить, походить везде, померить, по это, посидеть, в дорогом, в чем-то, да, вот это, давай, увидеть вот эту новую картинку, да, вот этих больших денег, то есть впустить эти деньги в себя, как бы, что, в свое пространство, что они есть, в-третьих, сто процентов, поработать с установками, да, то есть у нас огромное количество установок наших, от родителей, это отдельные темы для разговора, да, проработать все эти установки, от них просто избавиться, потому что есть ваши, есть не ваши, все легко устраняется, и, ну, следующий пункт, это сто процентов, начать туда двигаться, поставить, во-первых, помечтать, да, ну, то есть, когда вы увеличиваете вот эту денежную проводимость, что вы представляете, сколько может быть, то вот следующим пунктом, да, может быть, как раз помечтать, ну, то есть помечтать и поставить себе цели, вы-то чего хотите, и тогда начать делать, и все, и когда вы начинаете... Помечтать и все-таки определиться, потому что мы можем сходить, конечно же, в дом, который стоит, например, там, ну, я говорю, поставить цель, 100 миллиардов долларов, но это не значит, что мы такой дом будем себе покупать в данный момент, мы можем определиться, какой мы хотим, то есть уйти от бедности, и подняться вот повыше туда, чего хотим, определиться, и вот цель поставить, я бы сказала, помнишь, мы были на прелестной теме, где сказали, при строительстве дома обязательно нужно составить план, то есть вот эту вот смету, сколько стоит, где это находится, то есть определиться, вот... Ну да, план достижения цели, да, 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 вот здесь вот ты вот говорила, вот пункт, я тебя перебила, вот пять пунктов у меня было, теперь на шестой пункт. Ну, а следующий пункт начать делать. Начать делать. Ну, просто потому что, если вы сидите и только мечтаете, это только в фильмах, у нас бывает по волшебству что-то происходит, а в жизни всё-таки мы должны начать делать. И когда мы начинаем что-то делать, то вот моё любимое состояние потока приходит, и когда ты доверяешь тому, что, во-первых, ты веришь, ты знаешь, что ты это получишь, у тебя есть чёткий план, ты понимаешь, куда ты двигаешься, ты кайфуешь от этого состояния, потому что, если ты делаешь вот это шаг за шагом, ты видишь, как вот это, ты просто видела, да, сегодня моё вот это состояние, блин, я осуществила ещё одну свою, да, своё желание в этом году. Причём, это как у тебя с этой, с посудомойкой было. А что, я могу себе это позволить? Блин, могу, а что не могу так? Это оборжаться можно с посудомойкой. Когда я поняла, что посудомойка могла позволить себе несколько лет назад, то я сказала, хорошо, тогда делаю ремонт, раз я так тянула с посудомойкой, что я, я когда поняла, что я её могла давно купить, я сказала, хорошо, тогда я делаю ремонт во всей четырёхкомнатной квартире. Раз посудомойку я могла купить раньше, всё делаем сейчас. Всё сделаем. Важно так иногда что-то чуть-чуть захотеть, себе позволить, и вдруг, блин, а я могу ещё и ремонт здесь забабахать, да? Или когда вот опять же, да, про дом, когда мы начинаем говорить, что я, наверное, могу квартиру купить полуторку, а потом, блин, а я, дом могу купить, да? Когда вот начинаешь туда думать, и вдруг у тебя вот этот момент расширяется. Если как у меня, да, была ситуация, что, ну да, у меня есть материнский капитал, и мне хочется вложиться, но я понимаю, что в Челябинске падает, ну, ты понимаешь, тут начинаешь закладывать вот эти инструменты, ты начинаешь изучать, начинаешь понимать, и тогда в Челябинске невыгодно покупать, надо купить в Краснодаре или в Сочи. Но в Сочи пока это, ну, как бы за там 3-4 миллиона самую убитую полуторку, то за эти деньги я могу купить классную квартиру в Краснодаре и уже сдавать, отбить ипотеку, да, на которую взять. То есть сразу включается механизм, как это можно сделать. И тогда как бы многие вещи становятся реальными, ты начинаешь их ощущать. Я хотела бы еще совет дать тем людям, у которых очень низкий доход. Потому что вот когда я сталкиваюсь с ситуацией, когда мы разговариваем по поводу постановки целей, вот с теми, у кого очень низкий доход, и им заглянуть вот в то пространство, у них квартир, они зарабатывая тут 5-6 тысяч, снимая квартиру и перебиваясь с копейки на копейки, они помыслить о большой квартире не могут. То в данной ситуации я предлагаю такой вариант. Вот я вам прямо говорю, если кому-то этот мой совет пригодится, возьмите его на заметку. Вот, например, у вас нет квартиры, у вас очень низкий доход. То вы просто-напросто находите приличную, небольшую квартиру, например, студию. Студии обычно стоят недорого. Это первое. А второе, вы находите в строящемся доме, например, та вот фирма, которой доверяете, которой много строят, новый район у нас строит, вот новый район, прелестная фирма. Это второй момент. Вы смотрите, сколько стоимость этой квартиры. Там, конечно, нужно первоначальный взнос, но это вы уже изыщите или кредит возьмите, или, может быть, родственники, по-моему, первоначальный взнос. И вначале, и все-таки идите в ипотеку. Да, конечно, вроде бы это кабала, говорят, ипотека. С другой стороны, когда вы делаете этот шаг, у вас появляется первая своя квартира, вы перестаете платить, вы экономите на то, что вы сдаете. Второе. У вас появляется свое личное жилье, и даже если вы, например, потом купите более дорогую квартиру, заработаете на более дорогую, то это вы можете сдавать. Это та недвижимость, которая принесет вам доход в будущем. Поэтому в данной ситуации начните с малого, потому что если вы берете, например, студию, вы можете через какое-то время ее продать и купить уже полуторку квартиру. Правильно? Или, например, двухкомнатную с дополнительной ипотекой. То есть если у вас маленький доход, и вам страшно заглянуть на замок, то хорошо, загляните вот сюда. По сути, по своей, полуторка, она стоит не очень дорого. Ой, вот эта вот студия, она стоит не очень дорого. 600 тысяч. Это не такие большие деньги. Ну, это в МИАСе. В Челябинске взять около миллиона. В Москве это будет около... Встроимся в доме. Это где-то 500, 600, 650, 500 тысяч. То есть это действительно, когда ты вкладываешь, ты вкладываешь меньше. И пока это строится, ты можешь уже отдать. То есть ты уже к этому времени заработаешь большую сумму, и, возможно, ты вот эту полуторку, вот малюсику или сдашь, или тут же ее продашь уже по другой цене. Потому что она уже по в построенном доме будет стоить дороже. Это уже инвестиции твои. И уже можешь купить, например, следующую устроительную. То есть... Я бы тут, знаешь, что сказала еще? Ну? По поводу квартиры, я просто раз, как бы, да, там изучаю много информации. По поводу квартиры. Тут есть один такой момент. Конечно, это нужно смотреть с каждым человеком по поводу того, что... Ну, вот ты сейчас говоришь. Это классная стратегия. Кто-то выбирает другие стратегии, да, когда проще снимать и деньги вкладывать. Но тут нужно посмотреть по поводу внутреннего состояния человека. Очень многих квартира связана с первыми базовыми потребностями. Это уровень защиты. И когда у вас появляется свое жилье, человек становится более плотно, более так устойчиво стоит в жизни на своих ногах. То есть какая-то... Это просто чисто психологически человек себя чувствует по-другому, да. То есть у него уже есть что-то, что его обезопасивает. Даже что бы ни произошло вокруг, у него уже что-то есть. И вот это иногда дает... У нас 27 секунд. Говори быстро. Ну, вот это я про то, что говорила, что это уровень безопасности. Поэтому это как одна из стратегий может быть. А так, сегодня поговорили снова про деньги. И я думаю, что многие поняли, что это легко и просто на самом деле. Но я думаю, что мы еще чего-нибудь... Да, мы еще чего-нибудь... Да, главное захотеть, еще коснемся этой темы, да, по поводу денег. И задавайте обязательно...